26 мая католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал к объединению в кавычках Армении и оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. В своей воскресной проповеди, посвященной так называемой 101-й годовщине провозглашения Первой Республики Армения, Арам I подчеркнул, что любая уступка в вопросе Карабаха неприемлема для независимости Армении. Арцах имеется в виду Карабах, не захваченная территория, а родная земля, возвращенная кровью наших героев. Реализация ведения цельной и объединенной Армении начнется с присоединения Арцаха к Армении, заявил священнослужитель. Подобные заявления духовного пастыря армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра не являются ничем удивительной. На протяжении всей истории армянская церковь играла ключевую роль в формировании ненависти и нетерпимости к мусульманским народам. Особенно эта тенденция проявилась накануне Первой мировой войны. Католикос Геворг V Суринянц подстрекал Российскую империю поскорее вступить в военные действия против Османской империи, невзирая на те опасности, которыми грозила эта война, прежде всего самим армянам, которые поплатились, подняв месседж против турков. Позднее армянская церковь оказывала поддержку террористическим группировкам, подстрекала рядовых армян к мессе за геноцид, разжигала ненависть к тюркам и вдохновляла предъявлению территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Деятели армянской церкви, в частности, стремились использовать международные противоречия для предъявления территориальных претензий. В частности, католикос Георг Чурикчан 27 ноября 1945 года обратился к главам Советского Союза США и Великобритании, прося давить на Турцию, чтобы та вернула Советской Армении армянские территории. А католикос Вазгем I в письме, адресованному председателю Совета Министров СССР Николаю Булганину в 1956 году, поднимал вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армянской ССР. Благодаря целенаправленной деятельности и стараниям армянской церкви, в 1980-х годах из Армении были насильно изгнаны этнические азербайджанцы, и тем самым началась открытая фаза реализации давнишнего плана по территориальным претензиям к Азербайджану. Армянские церкви, действующие на территории других государств, вербовали армянскую молодежь для отправки на войну в Карабахе, а также организовывали сбор денег для карабахских сепаратистов. Армянские священники даже с оружием в руках принимали активное участие в оккупации территорий Азербайджана и убийствах мирных азербайджанцев. Тот же Арам I, ратуя за христианско-мусульманский диалог на Ближнем Востоке, одновременно выступает в качестве активного сторонника привлечения Турции к ответу за события 1915 года и выплате Анкарой компенсации потомкам жертв геноцида. А сейчас он фактически призывает власти Армении отказаться от переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. При этом армянская пропаганда кривит душой, заявляя, что в этом году отмечается 101-е годовщина провозглашения Первой Республики Армения. Формально Армения в 1918 году не была провозглашена независимой страной. Первое заседание армянского парламента, то есть Национального совета, 1 августа 1918 года сошло нецелесообразным объявлять о независимости из-за границ, так как Армения предъявила территориальные претензии к соседям. Лишь 28 мая 1919 года правительство Армении в торжественной обстановке огласило Акт независимости Объединенной Армении, в котором говорилось. Для восстановления целостности Армении и обеспечения полноценной свободы и просветания народа правительство Армении согласно единой воле и желанию всего армянского народа заявляет, что с сегодняшнего дня отдельные части Армении навечно объединены, являя собой независимый государственный союз. Стремление навечно объединить отдельные части Армении в скором времени привело к подписанию унизительного для армян Александропольского договора, превратив страну фактически в турецкий протекторат. И сейчас, спустя 100 лет, Армения не отказывается от территориальных притязаний к Азербайджану и Турции. Оккупация азербайджанских территорий не дала Армении осязаемых дивидендов, даже наоборот, изолировала страну от основных региональных проектов и втянула в трясину социально-экономического кризиса. Армения, как и 100 лет назад, стоит у разбитого карты, забывая уроки прошлого. Араму первому в самый раз помнить это, прежде чем взывать коннекции Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.